Динамо 48-летняя история постоянно растет. В этом году в соревнованиях приняли участие 34 команды города и области. Этот турнир вызывает интерес у наших молодых мальчишек. И нам приятно, что они заинтересованы в том, что подобные соревнования проводились ежегодно. А нам остается только одно – помочь организовать и привлекать, как можно больше детей, будем говорить, к любимым для них это спорт и футбол. Привлекать этих мальчишек к участию в футбольном турнире им не нужно было. Желающих загнать кожи на мяч в ворота соперника всегда было хоть отбавляй. Мы тоже, так же, как и все дети, которые тут собрались, увлекаются футболом. Немножко им занимаемся. Мне нравится футбол, потому что это коллективная игра. Это как бы мое хобби, моя жизнь, можно так сказать. Я три года футболом занимался. Мы очень дружные, играем в пас, не жалеем друг друга. Тактично играем. Поездка в город, это, конечно, для мальчишек большой праздник. Стадион классный, конечно. Один за всех и все за одного! В младшей возрастной группе в финале встретились три команды. Сильнейшими стали футболисты школы номер 64. Второе место заняли спортсмены Омского района. Третье – Азовского. Я думаю, все настроены здесь на борьбу и никто сдаваться не будет. В средневозрастной категории победила команда Исилькуля. Уступили ей дружины 77-й школы и сборная Любинского района. В финале же старшие группы места распределились следующим образом. Подтвердили чемпионство прошлого года ребята из Таврического района. А на втором и третьем местах – команды Калачинска и Тары. Стоит добавить, победителями престижных соревнований каждый год становятся новые дружины. Победа в турнире «Кожаный мяч» – хороший стимул для начинающих футболистов. Редактор субтитров Н.Александрова